Казахские сапоги дошли до Лондона. В коллекции британского музея хранится национальная обувь кочевников, попавшая туда в прошлом веке из Житесу. Вдохновившись этой историей, команда столичных художников решила создать скульптуру этих сапог. Как сейчас выглядит репродукция, расскажет Тамирис Белял. Эти сапоги посвящены истории большого путешествия наших сапогов, которые были в Житесу и оказались в Лондоне в начале прошлого века. Такая необычная история и вправду приключилась сапогами, которые однажды нашел английский исследователь в Житесу. Уже после англичанин передал национальную обувь стиле кочевников в крупнейший музей мира, где она хранится по сей день. Художник Мансур Смагамбетов работал на скульптуре почти год. Возникла идея у нас создать такую работу, которая была бы посвящена именно идее самого путешествия этих сапогов. Потому что у казахов у нас особое отношение к дороге, к большому путешествию, оно такое сакральное. Им придана такая динамичная форма, они как бы в движении, они не просто стоят, они двигаются и создается вот эта вот композиция художественная. Трехметровая скульптура вылита из бетона и украшена раритетной смальтой, цветной мозаикой из непрозрачного стекла. Ее место расположения тоже символично. Она находится на равном удалении от аэропорта и железнодорожного вокзала. В скором времени рядом с репродукцией сапог появится зона отдыха для горожан. После того, как инсталляцию разместили здесь, в народе даже зародилась новая легенда. Если потереть носок правого сапога, то любая дорога, либо любое дело, которое вы задумали, обязательно увенчается успехом. Казахские мятцы вернулись домой, шутит художник. По словам Мансура Смагамбетова, такие работы часто становятся популярными среди туристов. Долгое время мы являлись потребителями готовых авторских работ. Сейчас есть потребность создавать наше авторское произведение, которое было бы интересно туристам из зарубежья. Потому что им интересно познавать наш код, наш национальный код, нашу кухню, нашу культуру и так далее. И, конечно же, если на наших улицах будут идеи, взятые из нашей жизни, из нашей культуры, конечно, туристическая привлекательность наших городов, она повысится в разы. В мире давно используют творчество для привлечения туристов. Это и неповторимые архитектурные сооружения, и масштабные концерты, куда ежегодно прибывают туристы. Это не только ивент-мероприятие, это и изменение структуры и креативного лошадка, создание креативных кластеров. Через креативные индустрии как раз-таки мы можем создавать новые продукты. Новые продукты – это новые возможности, это создание новых рабочих мест. В рамках каждого мероприятия, которое мы будем проводить и в Казахстане, и за рубежом, мы привлекаем наших локальных художников, наших дизайнеров, артистов и так далее. Казахстан обладает всеми ресурсами, чтобы развивать креативный туризм, уверяет Ирина Харитонова. И скульптура сапог, прошедших путь до Лондона, в будущем может стать местом скопления туристов со всего мира.